Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 416 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Сегодня в гостях у мастера спорта старший тренер спортивной сборной Самарской области по мини-гольфу Евгений Лысов. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну и хотелось бы задать первый актуальный вопрос. Как гольфисты справляются с проблемой, которая сейчас возникла по всей стране и в частности у нас в городе? Это самоизоляция по поводу коронавируса. Ну, как справляются? Сидят дома, это первая очередь. Ну, и готовятся дома, к сожалению. То есть возможности выйти на улицу ограничены. Повезло тем спортсменам, у которых есть, опять же, животные. Они с ними гуляют, делают какие-то там прогулочки на улице. Но, к сожалению, не у всех есть собака. Не, к сожалению, наверное, ну то, что нет такой возможности выйти на улицу. А такого нет взаимопомощи? То есть приехал, собаку привез? Я свою пытался собаку продавать тоже соседям. Ну, просто давал ее погулять. Ну, а так, в целом, конечно, ну, я как тренер всем своим спортсменам сказал, что беречь здоровье в первую очередь. И, наверное, не поддаваться пока вот на эти провокации, это хождение людей по улицам. Потому что многие мне ребята говорят, и мой ребенок в том числе, то, что там все гуляют. Ну, я считаю, что это безответственно. Как же кислородное голодание? Ну, всем советуют, как врачи советуют, проветриваться почаще, открывать окна, выходить на балкон. А если говорить о тренировках, они сегодня проходят у вас или нет? Ну, здесь, наверное, я с двух сторон скажу. То есть основная моя работа – это тренер, педагог, дюш номер семь. Здесь у меня четыре группы, и в этих группах занимаются в основном… То есть одна группа – это, так скажем, профессионалы. Старшие спортсмены, ну, так скажем, сборники наши областные, и, опять же, у нас в регионе, там, больше половины состава сборной России, ребята, они по индивидуальной программе занимаются. То есть мы им даем какие-то указания. С маленькими – это упражнения зарядка. Как бы, мое мнение как тренера, я считаю, что маленьким ребятам, которые первый год там начали заниматься, еще в учебный год даже, там, ну, так скажем, сколько мы там, две трети прошли тренировочного процесса. Вот, давать какие-то им упражнения именно в плане гольфа, я считаю, что это будет бесконтрольное движение, и они просто себе, наверное, навредят их технике в дальнейшем. Ну, как бы, здесь только им зарядочка, зарядка на укрепление мышц спины. Но, опять же, прогулки были бы полезны в плане того, что надо ходить. Все-таки на поле мы передвигаемся довольно-таки большое количество времени и проходим там хорошие расстояния. А есть не секрет, сколько? Здесь мы даже со старшим тренером юниорской сборной России, мы проводили такой эксперимент, и по этому поводу писали даже статью. Это мы оценивали соревнования в Швеции, был чемпионат Европы, где наши девчонки завоевали бронзу в команде. И в среднем, получается, спортсмен там порядка 25 километров может находить за день. Это в тренировочном процессе. Во время соревнований порядка там 15-20 километров. А тренер где-то плюс 5-10 километров проходит. Во время турниров проходите десятки километров, да? А сейчас, получается, ну, хорошо, кто живет в своем доме, там еще какая-то территория есть, да? Можно походить по своему участку, а кто в квартире живет, там не расходишься. Как это влияет вообще на организм спортсмена? Ну, конечно, это влияние происходит. Понятно, что все набирают массу, так скажем, и спортсмены, судя по инстаграму, мы присылаем фотографии. Ну, с этим мы поборемся, как бы. Но вы их не заставляете тогда держать диету? По диетам здесь спорный момент. Мне кажется, сейчас больше всего такой вот стресс у ребят, и общаясь с родителями, очень много вот непонимания. И тут мы еще присылаем задания. Ну, задания, ну, как обычно по стандартной схеме все идут. Задания там, сделай зарядку, пришли фотографию, снимите видео, пришлите мне в аккаунт. Вот, и как бы вот чувствовалось такое накипание у родителей. То есть они бы школу бы сделать, а тут мы еще какие-то с просьбой, и вроде как бы потребовать стоит. И опять же, из нас тренеров тоже спрашивают, а чем у вас там дети занимаются, надо как-то эту работу показывать. Вот. Ну, я стараюсь идти в более таком мягком формате. То есть ссылочки на YouTube вместо мультика по возможности там посмотреть. Но опять же, есть норма Санпина, и иногда вот пресечение тут, кстати, вот не знаю, на будущее надо как-то это, наверное, будет обдумывать, как с этим бороться. Ну, я понимаю, это определенный минус, да, в тренировочном процессе, в процессе соревнований, да, вот это вмешательство, так скажем, цифровых технологий. Проще, наверное, вот, когда вы работаете напрямую с детьми? Ну, здесь проще контролировать детей там. Во-первых, опять же, вот давать там упражнения какие-то. Я всегда прихожу на тренировку, даже маленьких приучаю сразу. Ну, меряю импульсик. То есть, чтобы понять, что ребенок нормальный, ненормальный. Потом я визуально вижу каждого ребенка, здоров он, нездоров, в школе, ну, вот, где я базируюсь, 154-й школе. Там вот ребята приходят, иногда бывает, у меня там две группы с продленки приходят, и то есть я понимаю, что ребенок, он настолько, или даже целый класс продленки, он настолько, как бы, загружен там после уроков. И то есть давать им какие-то специальные задания на отработку техники, ну, бессмысленно. И начинаешь с ними проводить какие-то там игровые действия. И визуально видишь, что ребенок, если устал там, и вполне возможно плохо себя чувствует, я стараюсь как бы этого ребенка оградить там от таких нагрузок. Когда все это закончится, да, как ваша команда сборной Самарской области, да, с каким багажом выйдет? То есть готова ли она будет дальше соревноваться, или потребуется какой-то вот реальный опыт тренировочный, чтобы выйти на спортивный уровень? Скорее всего, вот все эти основные соревнования у нас двинутся, вот, это в части подготовки, как бы, спортсменов, имеющих спортивные разряды, так скажем. Вот, ну, а так, в целом, на базе школ, то есть в Тольятти сильный тренер есть, у Владислава Суконникова, тоже вот хотел бы его отметить. В Москве, то есть у нас тоже вот ребята из сборной, там, Алексей Николаевич Корольков, это старший тренер сборной России, он там готовит ребят. Ну, как бы, получается, вот Тольятти, Самара, Москва, ну, это в плане юниоров. И вот закончится режим самоизоляции, сколько нужно ребятам? Две-три недели, месяц, чтобы выйти на соревновательный уровень и ездить на соревнованиях? Ну, по-хорошему, здесь, наверное, отталкиваться надо будет на тот период, сколько мы будем сидеть дома, вот, и то есть вот это, вообще спортсмены теряют форму, ну, так скажем, опытные спортсмены, в среднем, где-то в течение трех месяцев, если они не занимаются, ничего не делают, то есть там уже просадка такая значительная. Ну, так как наши спортсмены дома сидят и занимаются тайными заданиями, ну, там, в зависимости у кого, как квартира позволяет, там, у кого-то можно организовать и дорожки. То есть они могут сразу стартовать? Ну, не сразу, им надо будет переработаться где-то в течение, там, ну, недели это мало, конечно, но месяц, за месяц можно попытаться набрать форму. Хорошо, если нам повезет и мы справимся с нашей общей проблемой быстро, да, какие соревнования ждут в этом году, ребят? С маленьких начнем, ребят, у нас вот 15 апреля должны были быть пройти отборочные соревнования именно по гольфу, там отбор шоу, это Всероссийская школьная лига гольфа, которую проводит Ассоциация России. Там со всех регионов ребята возрастной категории, там, от 7 до 15 лет отбирается по две команды с региона победители, вот. И все эти команды должны были поехать 30-го, 31-го мая, если не ошибаюсь, должен был старт в Ростове на гольф-поле настоящем. В прошлом году вот Владислав Сокольников, у него команда ездила, открывателям этих соревнований, ну, повезло, у меня команда выигрывала первый раз, вот, когда это первый раз все состоялось, позапрошлом году, я с ребятами выезжал. Ну, это, там, конечно, дети были в восторге. По мини-гольфу у маленьких это, ну, попытаться отобраться на первенство города. Ну, и кому повезет, соответственно, если кто-то выполнит хотя бы там третий юношеский, так скажем, разряд, это надо там сыграть на поле для мини-гольфа меньше 40, и тогда шанс там отобраться на первенство области. Это среди маленьких, среди взрослых. Ну, понятно, здесь у нас по подготовке должны были быть проходить сборы в март-апрель месяц, сборы, опять же, у сборников состоятся, и потом вот в 117-й школе там периодически, ну, как периодически, ну, раз 4-5 в неделю, то есть мы уезжаем туда с ребятами, тренируемся на этих полях. Ну, и, соответственно, старты, то есть это подготовка в сборниках первенства России, оно должно произойти было в июне, чемпионат в июле. Ну, сейчас пока по всем соревнованиям, ну, так скажем, до особых распоряжений, так скажем, пока непонятно, куда это все перенесется. Опять же скажу, планировался у нас выезд 30-31 мая в Германию, это Муно-Реу, город. Там должен был происходить предстартовый турнир перед чемпионатом мира, который мы планировали тоже поехать, но, опять же, вот общаясь с тренерами там из Италии, Германии и прочие страны, ну, пока все переносится. То есть тоже мировая федерация вывесила, что, к сожалению, пока перенесено, ну, непонятно, на какой срок все эти соревнования, все эти турниры. Ну, и последний вопрос. Чем можно похвастаться? Что мы успели сделать в первые месяцы 2020 года? Какие достижения, да? В первые месяцы, ну, достижения, ну, для себя у меня достижения, вот, у моей первоклашки, то есть у нас проходил турнир, и как раз в 117-й школе участвовало у нас там 5-6 школ, принимали участие. И вот из 24 медалей меня дети порадовали, забрали там 13 медалей, то есть это, как бы, для себя вот хороший результат. Ну, и, как бы, из маленьких, это вот из маленьких детей, так скажем, и шанс отобраться был у нас побороться с Тольятти, ну, такой серьезный был. У взрослых, ну, как, опять же, взрослые, там, у нас сборная, начинается, там, от 11 лет, там, и у нас, получается, Лена Суконникова, там, серебряный призер в Латвии в прошлом году, это впервые в жизни произошло. Вот, бронзу взяли девочки командные, бронзу мальчики выиграли, и Лена в борьбе со Шведкой, ну, чуть-чуть не повезло, заняла второе место в матч-плее. Вот, как бы, сильная команда, ну, жалко, что не можем сейчас никуда выехать. В сборной России у нас, ну, девчонки все, это три Тольяттинки, одна из Самары, а мальчишек пока у нас раз-два. Ну, один из Тольятти мальчик, один из Самары, и вот еще, возможно, еще один парень. Ну, опять же, если на первом стоят берется, тоже может попасть вполне в сборную. Пожелаю вам, во-первых, здоровья всей команде. Спасибо. Вот, тренировочного терпения в изоляции, и когда все закончится, успехов на соревнованиях. Спасибо большое. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин, и помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова